Прошлую заробу у нас выиграл Евгений, да, учитывая, что подбрался к сопернику без поражения с шаром, подобрался близко и сказал убит. Да, теперь у нас сражается между собой семья Синянский. Вдалеке вы наблюдаете Евгения, и вот наша Зоя. Да. Зоя, слышала, что сегодня это день рождения Зои Космедемянской? Да. Поэтому вся страна переживает за тебя. Ну что, господа Синянские готовы? Начали! Fire! О, Зоя быстро занимает позицию, Женя же никуда не спешит. Да. Он аккуратненько пронаблюдал, где она засела и ждет. Да. Стоп! Готовы? Начали! Попер в атаку, Женя. Стоп! Добрый привет, свои друзья. Хотел с вами поделиться одной интересной информацией. Один из моих знакомых попал в трудную жизненную ситуацию. И в данный момент он реализует недостроенный объект, находящийся за моей спиной. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Значит, небольшой участок. Он сказал, 6 соток вроде. По поводу соток я не буду точно утверждать. Но мы сейчас визуально увидим все. То есть, смотрите, на сегодняшний день забор стоит с одной стороны. И забор у нас с другой стороны. Место под ловорот готово. Обделаны снаружи бутом. Внутри у нас идет армировка. В смысле этим, скажите, швеллером. И залито бетоном. То есть, эти столбы предназначены для ворот. Здесь, соответственно, калитка. Остальные заборы кинуть просто направляющие. И металлочерепицей обшить. Все готово. Вам, скажем, забор. Лицевая часть есть. Идемте дальше. Теперь подготовлен фундамент. Проект здесь один. Но можно, расчет был на двухэтажное строение. Довольно красивое и адекватное. Одна часть, вот эта верхняя, которая находится над подвалом, уже забетонированная. Но там находятся плиты и забетонированы. Идемте в подвал. Посмотрим, что же у нас происходит в подвале. Подвал сделан из турецкого входа. Лестница залита. Подготовленная полностью. Надеюсь, вы оцените кладку, которая здесь произведена. Это, говорю, с турецкого входа. Имеются ниши небольшие с одной стороны, с другой стороны. И, как человек объяснил, это у нас идет морозильник, что ли. Да. Вот такой интересный вариант. Но самое главное, друзья, посмотрите на кладку. Это что-то. То есть, это буквально вековая кладка. Ну и лестница подготовлена. То есть, подвал готов полностью к эксплуатации. По поводу дома я выставлю скриншоты того, что он планировал здесь человек построить. Теперь, идемте дальше. Обходной вариант. Вот здесь расчет был на то, что будет стоять в этом углу. Небольшой мангальчик. То есть, скажем, задний двор. Вот здесь мангальчик располагался бы. Да. И крытый сверху. Вот что из себя представляет огород. Лестница. И поднимаемся выше. Ну, вот эта площадь, так сказать, огорода. Давайте пройдемся. Так, в общем, в чертах посмотрим. Огородик небольшой. Это для тех, кто не любит ковыряться особо в земле. Да. Земли здесь привезено было очень много. Идемте далее. Далее у нас проход имеется. Небольшой. И вот здесь, если пронаблюдать, видно камни. Камни соответствуют тому, что здесь фундамент под небольшой сарай в углу. Да. Расчет был на сарай. То есть, скажем так, на сегодняшний этот объект, да, поднять стены, перекрыть крыши, окна вставить. И можно жить полностью. Человек вложил в это 8 тысяч долларов. Предлагает он продать его, учитывая скорость и необходимость денежных средствах, за 4 с половиной. Документы он берет на себя. Ну, смотрите, здесь пол уже практически готов. Здесь остается только засыпать немного и забетонировать. Фундамент армированный. Все полностью сделано, да, залит бетоном и армированный. Плюс место, говорю, сбоку полисадничек. Одним словом, ребят, учитывая местное расположение этого объекта, да, он находится по улице Энгельса. То есть, если выйти, да, и направиться в сторону центра, мы выходим к Дому культуры. Вдалеке можете пронаблюдать, но виден наш Вегриопольский ДК. Если будут желания поговорить по этому поводу, обсудить условия и тому подобное, я оставлю телефон после этого ролика. Напишите мне, и мы с вами обсудим все остальные варианты. Жду вариантов, предложений. Удачи всем и хорошего дня.